Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Геем, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Мазинг Реплей Первый сервер. Мы не Кирилл Путбулов, и сегодня будет необычный видеоролик, и это новая серия Капа Мазинг, так что с вами, блин, лукасы, лайкосики. Итак, сегодня я вам расскажу, во сколько обходится содержание бизнеса, какие на него расходы нужны, где можно сэкономить и так далее, потому что у меня было много бизнесов, ну, не на этом аккаунте, на предыдущем, но вы поняли, о чем я говорю. И сегодня я расскажу некоторые хитрости, какие можно использовать, чтобы на содержание бизнеса уходило меньше денег и меньше времени. На примере у нас будет мой бизнес, это столовая, столовая Батырева, в центре Батырева, столовая называется Юность, в принципе, владея ним, им точнее, уже, ну, почти месяц, можно так сказать, да. И расскажу, какие плюсы разных бизнесов, потому что у меня были практически все бизнесы, какие могут только существовать, от пиротехники до спортзала. Да, у меня не было только казино, по-моему, бизнеса и СТО. Все остальные бизнесы, вроде бы как, у меня были. Может быть, я что-то не упомянул, но, ладно, на ходу, в принципе, все расскажу, все вспомню. Какой вообще мой был самый первый бизнес на Мазин Хролли Плей? Мой самый первый бизнес был, это пиротехника в Арзамасе под мостом. Да, это был мой самый первый бизнес. Я был такой счастливый, когда его приобрел, но потом, узнав, что это не очень прибыльный бизнес, я его продал. У меня был всего лишь, там, два часа был у меня этот бизнес, и я себе купил магазин 2.147 в Батырево. Сейчас даже покажу, какой. Я вообще не любитель был. Короче, в итоге у меня крашло, да. Криминалочка даже не видосик нормально записать, в принципе, но я решил нажать, где вышел. Сейчас мы добежим до шахты, там возьмем скутер и благополучно доедем до Арзамаса, но по пути я вам расскажу. У меня был 2.147 потом, я не любитель вообще менять бизнесы. Бизнес 2.147 у меня, по-моему, очень долгое время был, где-то месяца два. И потом я его продал, не помню, за лямов 7, наверное, хотя покупал дешевле. И после 2.147 я купил себе спортзал. Спортзал в Батырево, мой спортзальчик, в принципе, который я потом продал. Но, блин, топовый был бизнес, серьезно. Жалею, что я его продал, конечно, но, в принципе, значит, так нужно было. После того, как я его продал, я себе купил Rolls-Royce и так далее. Но я неплохо, так сказать, поднялся на... Благодаря тому бизнесу, именно спортзалу Батырево, я купил его за 19 миллионов. За то время, сколько у меня он был, я поднял где-то 20-25 миллионов с него. И еще продал за 30 миллионов. Короче, я был в плюсе. В любом случае... Так, зачем мне металл, если нам нужен скутер. Так, вон едут плохие дядьки, ППСники, поэтому нам нужно сваливать. Да, такой беспаленный, переоделался, но ездит на машине ППС. Вообще, сама беспаленность. Вот мой бывший 24 на 7, который у меня был. Это мой второй бизнес был. За все время, сколько я играл, то был мой второй бизнес. А вот мой бизнес, каким я владею сейчас. Это столовая, в принципе. В чем вся соль, так сказать. Видите, бусины спишем. И видите, продуктов уже мало, поэтому мы завезем. Я вам расскажу, как сэкономить, на чем и как. И покажу, в принципе, желательно, чтобы вы вывозили сами себе продукты. То есть, вы никому не платили, потому что за то, что вам кто это привозит продукты, неплохую сумму, как так сказать, берется. Хотя закупаются, немного дешевле, чем вам продают товары, точнее. Вот мой третий бизнес, который был у меня. Это спортзал Батырева. Какой-то Альберт не владеет. Ну, он же по рукам пошел, конечно, жестко. Ну, да ладно. По-моему, после спортзала я себе купил вот этот таксопарк. Блин, тоже был хороший бизнес. Я его слоил по ГОСу. И потом продал за 4,2 миллиона. А слоил за 3,5. Финка там была по 50 тысяч, но была довольно-таки неплохая финночка. Так, у нас комарик стоит. Ну, что ж, поехали в Арзамас. Устроимся на работу разрушительных продуктов. И по пути я вам расскажу, как сэкономить. И сколько уходит на содержание бизнеса денег вообще. Кстати, в том не курсе, конкурс, я говорил в предыдущем видеороликах, то, что он будет 1 числа следующего месяца. Поэтому на конкурс рассчитывайте, там, подписывайтесь на РУПО, чтобы не пропустить конкурс. Насчет фракции я еще не решил, куда пойти. Поэтому буду еще думать. И можете писать свои варианты и предложения в комментариях. В принципе, я бы услышал все ваши предложения и ваше мнение. Куда же мне пойти? Скажу, хочу сказать сразу то, что военного билета у меня нету. Поэтому с ДПС, ППС будет проблемка. Так, в первую очередь, нам нужно зайти и закинуть деньги на бизнес. Дабы завести себе продукты. Давайте заходим. Да. Наконец-то. Что-то сирак влагает. Просто раздражает меня это. Также мне нужно заплатить за дом. Три дня платить и за бизнес. Тоже три дня. И баланс бизнеса. Ну, снимите 15 тысяч, в принципе. Так, и пополнить баланс. Ну, положим хотя бы 1070 на всякий случай. И, думаю, этого хватит. Так, все, мы положили. Да, теперь можно ехать устраиваться в мэрию развозчиком продуктов. Загрузить продуктов. И попутно я вам все подробно расскажу, что как. На самом деле, очень выгодно самому себе возить продукты. Потому что, бывает, они очень часто заканчиваются. Мне продуктов хватает в моем бизнесе. Столовая на неделю. Бывает даже меньше. Поэтому ставьте цену за вход бесплатно. Потому что, если у вас будет там, цена за вход, допустим, 1000 рублей. За это будет считаться товаром. И товар у вас будет считаться. Понимаете? Если у вас так продукты покупают, еще люди будут заходить и платить за вход. То продукты же, конечно, у вас будут тратиться намного быстрее. И не факт, что вы окупите стоимость продуктов входом. Поэтому лучше ставьте вход бесплатный. Чтобы у вас меньше снималось денег. Я думаю, это будет даже очень неплохо. Итак, погнали, установим. Так, давайте. Оп. Устроимся. Блин, сервер лагает. Я, блядь, наверное, 2 минуты не мог зайти в мэрию. Потому что, блядь. Что-то сильно лагает. Вот, разочек продукта, 8 уровень. Это нормально. Ладно. Давайте убежим отсюда. Тут какой-то мусор. Ссанный. Так, здесь у нас скутер наш остался. Это хорошо. Все, теперь едем, в принципе, брать машину. Я вообще раньше, когда достигал продуктов 500, я уже сразу вез продукты. А сейчас особого времени нету за этим следить. Поэтому нужно продукты возить. Если закончится продукт, то у вас бизнес не слетит. Просто люди не смогут там, ну, туда даже зайти. Вроде бы как. Поэтому не забывайте завозить себе продукты. Так. Давайте возьмем. Я думаю, блин, как бы нетрудно потратить 15 минут, чтобы завести себе продукты в бизнес. Как бы вы намного их сэкономите. Допустим, вот я сейчас буду покупать продукты. Я 800, где-то 70 продуктов куплю и потрачу на это, где-то, ну, 1015-20. Когда я буду завозить продукты, то за то, что я завезу себе продукты, у меня снимется с баланса бизнеса примерно, ну, тысяч, наверное, 50. Поэтому понимаете, какая выгода, в принципе, саму себе возить продукты, потому что, если вам будет кто-то возить продукты, ему это тоже будет очень выгодно. Поэтому я думаю, лучше саму возить. Также выключайте постоянно автозакупку, чтобы вам не возили бизнес, продукты точнее, потому что тогда у вас финки вообще не будет. Если у вас будет открыта постоянно автозакупка, люди возят продукты и постоянно будут вам завозить продукты и постоянно будут сниматься бабки. Причем все деньги, потому что, я повторюсь, то, что они покупают и то, что они вам продают эти продукты в два раза дороже. Поэтому им это очень выгодно. Советую вам оплачивать бизнес на 30 дней, потому что может произойти все, что угодно. Я всегда оплачу на 30 дней. Бывает, знаете, ну, там, допустим, света, не быть интернета, ну, все, что угодно может произойти. И в любой момент у вас может бизнес лететь. И следите за продуктами, потому что если продукты, ну, в продукте нету продуктов, короче, то толку от него будет ноль. Потому что прибыль не будет идти, и вы будете идти только в минус. Насчет финки, блин, я считаю, если финка даже, там, 5-10 тысяч, это хорошо. Главное, чтобы финка хотя бы окупала то, что вы платите за бизнес. Как бы, его аренду, чтобы окупала. И это будет хорошо. Так, вот мы подъезжаем. Сейчас нам нужно купить продукты. Пишем BUSINES. И смотрим, сколько нам продуктов надо. Нам нужно 867 продуктов. БУ, 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 БЛИН, ЧАС, БУПРОД, 867. И смотрите, сколько денег сейчас снимется. У меня, вот, снялось у нас, ну, где-то тысяч 30. Сейчас посмотрим, сколько нам дадут денег. Смотрите, на бизнесе сейчас лежит 70 тысяч. Вот, 70 тысяч лежит прибыль за день, неважно, короче. 30 дней оплачен, вот, продуктов сколько. 70 тысяч лежит. Сейчас я приеду, выражу продукты. Вы посмотрите, сколько мне дадут же моих денег. Все равно вы в минусы уходите. Почему? Потому что, видите, я вот купил себе продукты. И у меня за это сняло 30 тысяч. Я все равно эти 30 тысяч никак не верну. Но если, если вам еще будут покупать продукты, точнее, если вы будете еще покупать продукты, и кто-то вам будет завозить, точнее, вы будете давать ему денег на продукты, чтобы он купил их и привез, то вы будете уходить в большой минус. А так, вы, в принципе, уходите не в большой минус, а на 20-30 тысяч, в зависимости от количества продуктов. Поэтому, у меня был бизнес, спортзал, то в спортзале, блин, за 3 дня уже все продукты уходят, уже, блин, вообще мало становится. Насчет 24-7 вроде бы там не быстро, а вот, столовая и спортзал, там что-то быстро продукты уходят, на самом деле. За неделю прям. Ну, вот, я думаю, за месяц где-то я трачу на бизнес, ну, за оплату, 3 тысячи в день я плачу, ну, где-то тысяч, так, 200, я трачу на содержание бизнеса, так сказать, на продукты, на оплату его. Но, блин, не знаю, купается он мне или нет, но бизнес, ой, спортзал точно купался. За счет столовой сказать не могу. Итак, теперь, что нам нужно сделать? Подъехать нужно. У меня продукты что-то здесь, только можно вооружать, но не важно. Пишите бусинес. Бусинес. Сейчас, бусинес. И включайте автозакупку. Все, я включил. Теперь пишем, sell, прод, 800, 67. Все, я выгрузил. И теперь смотрим, сколько снялось денег. Видите, баланс теперь. Просто 66 тысяч снял за то, что я сам себе привез продукты. А если бы, прикиньте, кто-то другой мне продукты привез, ему бы дало 66 тысяч. Поэтому, я все-таки остался в плюсе, господа. В принципе, вот тысяч продуктов. Теперь нужно выключить автозакупку. Вот, включаем. Ну, в принципе, как-то так. Поэтому, если вы хотите, чтобы вы тратили меньше на свой бизнес. И, в общем, вы узнали, сколько уходит на содержание бизнеса. Может, вы там думаете купить бизнес. Либо у вас тоже есть столовая. И вы не знаете, как там с ней что делать. То я, в принципе, вам показал. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, где подписан. Подписывайтесь на кнопку ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на все разницы новых серий. Всем пока-пока.